2015-й для страны выдался знаковым, насыщенным на политические, патриотические и культурные события годом. Годом, который не раз объединял усилия многих структур и ведомств, в том числе и профсоюзных. Большие обязанности при организации 70-летия Победы и президентских выборов возлагались на Брестское областное объединение профсоюзов. По словам его лидера Николая Басалая, много удалось сделать, и в целом год выдался положительным. Более того, кроме событий первозначимости были запущены и другие не менее интересные и амбициозные проекты, которые найдут продолжение в следующем году. Это год, когда мы провели впервые серьезный проект вместе с Федерацией профсоюзов Белоруссии «Новые имена для любимой страны». Вот такой большой конкурс среди молодых исполнителей вокальный, который потом перерос в большую серьезную акцию «Мы вместе гражданско-патриотическую». Очень много сделали профсоюзной организации. По увековечиванию памяти у нас появился новый объект особого внимания и заботы. Это благоустроенный лагерь для военнопленных «Ревир» в городе Бресте. Многие другие объекты памяти. Впереди много планов и проектов, которые в первую очередь направлены на соблюдение прав человека, поддержание достойного уровня оплаты труда, а также безопасные условия деятельности. И начало этой работы уже положено. 16 декабря текущего года в штаб-квартире Федерации профсоюзов было подписано генеральное соглашение между правительством Республики Беларусь объединениями нанимателей профсоюзов на 2016 и 2018 годы. Брестская областная организация, в свою очередь, планирует подписать аналогичное соглашение с нанимателями региона 28 декабря. Оно сохранило все те обязательства, все те социальные гарантии, которые были в этом году и даже в определенной мере улучшены по примеру генерального соглашения, которое, мне думается, совершенно конкретное, которое рассматривает и решает. Самые главные задачи – это занятости, создание новых рабочих мест, то есть наличие у каждого члена профсоюза постоянного и надежного источника доходов для содержания семьи. В будущем, в 2016 году, члены объединения профсоюзов области планируют тесно сотрудничать, а также создавать и реализовывать новые социальные проекты с ветеранскими организациями и Республиканским союзом молодежи. Однако по-прежнему главным направлением в работе областного совета профсоюзов останутся создание условий труда и культуры производственного быта.